Открой дверь отсека, Халл. Извини, Дэйв, не могу. Одиссея 2001 года сильно на меня повлияла. Самое интересное в ней – Халл 9000. Это невероятный прорыв в жанре. Научная фантастика всегда обращалась к теме вышедших из-под контроля технологий. Я вернусь. Шварценеггер в роли Терминатора – самый страшный кошмар. Вы создатель двух самых популярных разумных роботов в поп-культуре. Тогда я сказал, не бойтесь роботов, они наши друзья. Наше представление о задаче роботов заставляет нас смотреть на них свысока. Репликанты – те же машины. Они либо приносят выгоду, либо причиняют ущерб. «Бегущий по лезвию» – очень красивый фильм. Если вы создаете искусственный интеллект, вы ни в коем случае не наделяете его эмоциями. «Звездный крейсер Галактика» – сериал о главной слабости человека. Вы всего лишь машины. Мы не способны считать других равными себе. Роботы всегда воплощали наши мечты и кошмары. Вопрос в том, могут ли человек и машина сосуществовать. Привет, я здесь. Привет. Исполнительные продюсеры «Разумные машины» Мы называем этот жанр научной фантастикой, но он вертится вокруг технологий, вокруг машин. Ты играл во многих научно-фантастических фильмах, видел самых разумных роботов, сам играл их роль. Любопытно, но я это замечаю, поскольку давно вращаюсь в этой сфере. Я снялся в нескольких фильмах про «Терминатора» и обратил внимание, что научно-фантастический сюжет постепенно перерастал в научный реализм. Поразительно. Да, научная фантастика всегда обращалась к теме технологий, вышедших из-под контроля. И искусственный интеллект изображался как угроза человечеству. Я друг Сары Коннор. К ней нельзя, она занята. Я вернусь. Шварценеггер в роли «Терминатора», «Скайнет», отправляющий его на задание, получеловек среди людей – это самый страшный кошмар о восстании машин. Предостережение, старое как мир. Мощный и жестокий архитект. Когда я впервые придумал «Терминатора», как это было, мне приснился сон. Я увидел хромированный скелет, выходящий из огня. Проснулся и подумал, а что, если это киборг, похожий на человека, и от человека его не отличить, пока он не обголит? И зачем он нужен? Он – высшая ступень разума. Солдат, посланный Скайнетом. Да. Из будущего. «Терминатор» представляет собой облик будущего, в котором Скайнет, обладающий самосознанием и искусственный интеллект, решает в целях самозащиты уничтожить людей, его породивших, то есть нас. Скайнет – не первый всемогущий компьютер. Этот образ уже использовался в романе Роберта Хайнлайна «Луна – суровая хозяйка». И даже в военных играх. Больше всего в «Терминаторе» пугает его настойчивость и стремление закончить начатое. Помню, в первый день съемки мы сделали кадр 100-миллиметровой линзой, где ты подъезжаешь и вот так вот смотришь в камеру. Да. Мы остались очень довольны, это было потрясающе. Любопытно, что изначально я хотел получить роль Риза. Да. Он же герой, а я хотел играть героев. Да. Мы начали обсуждать фильм, и как-то так вышло, не знаю как, совсем неожиданно. Да. Для меня. Да. И я сказал, знаешь, Джин, актер, который будет играть «Терминатора», должен понимать, что он робот. Верно. Очень важно, чтобы он не показывал никаких эмоций, полный ноль, чтобы взгляд и походка у него были как у робота, чтобы не было ни одной сцены, в которой он ведет себя как человек. А потом я посмотрел на тебя и сказал, он должен быть крупным, как бульдозер, и непобедимым. Было бы потрясающе. Верно. А потом ты сказал, так почему бы тебе его и не сыграть? Да. Я посмотрел на тебя и сказал, черт. В первом фильме «Терминатор» запрограммирован убивать. Во втором – защищать, а не уничтожать. А потом мы сняли «Терминатор 2». Сложнее всего было убедить тебя, что это удачная идея – дать тебе роль хорошего парня. Сначала я удивился, когда прочитал сценарий и увидел, что я уже не тот робот-убийца. Мне хотелось сохранить его беспощадность, но заменить зло на добро. Было интересно взглянуть на плохого парня и хорошего в исполнении одного и того же персонажа. Точно. Нам потребовался более мощный, жуткий «Терминатор», который противостоял бы первому. Как мы поступили? Я не сомневался, что мерзавца хуже меня еще не придумали, и я должен был заставить поверить в это зрителя. Мне позвонил мой агент и сказал, что им нужен жуткий персонаж. Я более щуплый и низкий, чем Арнольд Шварценеггер, и мне надо было как-то показать, что меня невозможно остановить. Я задумался над преследованием, над тем, что чувствует жертва. Как выглядит орел на охоте? Как себя ведет? Как он выглядит? Орел беспощаден. Взгляд у него грозный. И вы не успеваете оглянуться, а он перед вами, как Бьюик. Ложись! Знаете, так... Вжух! В нашей первой стычке Арнольд хотел поднять меня над головой и бросить в стену, покидать немного. Ты впервые столкнулся с врагом, терминаторы не сражаются с терминаторами. Ясно. Помню, Джим тогда сказал Арнольду, нет, так не пойдет. Он намного сильнее тебя. Он более мощный и быстрый. Ему ничего не стоит раздавить Т-800, который ходит в эндоскелете поддельной человеческой кожей. А я состою из сплава полимеров, жидкого металла. Я более крепкий, более совершенный робот. Т-1000 — это робот для роботов. Это как если бы роботы решили создать улучшенную версию самих себя. Они бы сделали аккуратного робота с полной свободой движений и... Несокрушимого. В «Терминаторе-2» можно увидеть борьбу старых спецэффектов с новыми. В этом кроется прекрасная ирония фильмов о «Терминаторе». В них искусно используются передовые технологии, но они представляют технологии как угрозу. Это мое! Нет, мое! Отдай! Мы не выживем, да? Я о людях. Самоуничтожение у вас в крови. Сюжет фильмов о «Терминаторе» всегда основывался на сражении с роботом из будущего. Но на самом деле это скорее битва с людьми, которые создали робота. Если человек способен создать машину с огромной мощью и властью, которая сделает человека сильнее, он ее создаст. Создать «Скайнет» вполне в человеческой природе. И это не предотвратить. Человек – самый настойчивый злодей. Без него этих фильмов не было бы. Кто бы мог подумать, что 30 лет спустя «Скайнет» станет термином, которым будут называть искусственный интеллект, обернувшийся против нас. Бывает, чувствуешь, что вот-вот пойдет дождь. В мире технологий тоже бывает такое предчувствие. Многие согласны, что сейчас мы живем как раз в той минуте перед началом дождя. Неизвестно, когда он пойдет. Через 10 лет или 20. Но он начнется и может не лучшим образом для нас закончиться. Репетиций не будет. И вторых дублей. Ничего. Да. Хал, ты несешь огромную ответственность за эту миссию. Скажем так, мистер Амер, ни один компьютер под номером 9000 не допускал ошибок и не искажал информацию. Одиссей 2001 года сильно на меня повлияло? И на меня. На всю мою жизнь. Я впервые пришел в кино и почувствовал себя как в церкви. За первые несколько лет после выхода фильма я пересмотрел его 18 раз, все в кинотеатре. Помню, один парень пробежал мимо рядов к экрану и закричал «Бах, это Бог!» и сам тогда в это верил. А у меня такое было, что один парень в кинотеатре подошел к экрану, разведя руки в стороны и прошел сквозь него. Зрители, наверное, были поражены. Потому что он пропал в экране не в какой-нибудь там сцене, а в сцене со звездными вратами. Да, все видели в фильме космическую драму, но он был скорее об искусственном интеллекте. Самое интересное в нем – ХАЛ-9000. Да. Мне довелось поработать со Стэнли Кубриком и Артуром Кларком над космической Одиссей 2001 года, когда я был еще совсем молодым. Мне было 23. Когда мы создали ХАЛа, персональных компьютеров тогда еще не было. Только огромные системные блоки с перфокартами и микромодулями выглядело не так презентабельно, и я должен был придумать достоверный образ. Этот фильм подстегнул наше воображение, а потом эти технологии пришли в нашу жизнь. Привет, Фрэнк! С днем рождения, милый! С днем рождения! Личные телевизоры на спинках кресел в самолетах. Планшеты и плееры отчасти вдохновлены этим фильмом. Открой дверь отсека, ХАЛ. Это невероятный прорыв в жанре. В картине были огромные декорации, и центрифуга выглядела как настоящая. Через какое-то время в такой обстановке забываешь, что ты актер и ощущаешь себя астронавтом. Работа со Стэнли Кубриком не сравнится ни с чем. Чувствовалось, что работаешь с гением. Полагаю, я никогда прежде такого не видел. ХАЛ – это искусственный интеллект, управляющий кораблем, но в наших глазах он – член команды. Мы не видим в нем бездушный компьютер. Прекрасное исполнение, Дэйв. Возможно, из-за его человеческого голоса. Он звучит максимально обычно. Мне кажется, у тебя могли возникнуть сомнения касательно миссии. В смысле? Каково это, когда робот управляет космическим кораблем? Не слишком ли много доверия к машине? Ключевой момент фильма – это диалог. Насколько я знаю, ни один компьютер 9000 еще не отключали. Что ж, ни один из них еще не ошибался? Даже не знаю, что и думать. ХАЛ-9000 читает слова по губам. Мы понимаем, что он готов бороться за выживание. Я знаю, что вы с Фрэнком хотите меня отключить. Боюсь, я не могу этого допустить. Теперь его нельзя называть машиной. Это живое существо. Главная опасность искусственного интеллекта – это его поступки, которые мы не можем предугадать. ХАЛ-9000 делает то же самое, что обезьяны в начале фильма. Совершает убийство. Обычно мы представляем роботов созданиями безукоризненной логики. Но с ХАЛом происходит трагедия, и его приходится убить. Скажи, что ты делаешь, Дэйв. Сцена смерти ХАЛа очень противоречивая и мучительная. Нам тяжело наблюдать за его разрушением и деградацией. Дэйзи. Дэйзи. В то время лаборатории Белла как раз экспериментировали с голосовыми синтезаторами. Дэйзи. Дэйзи. Одним из первых экспериментов было исполнение Дэйзи Дэйзи на компьютере IBM. Я схожу с ума от любви к тебе. Артур Кларк увлекался машинами и хотел использовать эту деталь. Он предложил Кубрику вставить сцену с песней, и это сделало сцену с убийством или лоботомией ХАЛа более исторически достоверной. Он, скажем так, впал в детство. Я схожу с ума от любви к тебе. Работать с технологиями нелегко, и создать искусственный интеллект очень сложно. Для этого требуется сотрудничество великих умов. Но придумать, как сдерживать этот интеллект, как его отключать, это еще сложнее. Скорее всего, ХАЛ появится еще при нас. Согласен, и это страшно. Илон Маск предполагает, что Третья мировая будет не ядерной войной, а восстанием машин. Да, Стивен Хокинг говорил примерно то же самое. Это жутко. Выходит, наше творение, которое умнее нас и лучше играет в шахматы, против нашей воли обратит планету в шахматную доску. И поставит шах и мат человечеству, нашему существованию. К сожалению, роботы в научной фантастике обычно показаны с отрицательной стороны. Они восстают и отчаянно сражаются с человеком за власть над Землей и Вселенной. Это давняя традиция научной фантастики. «Метрополис» — Фритца Ланга. Это один из первых масштабных научно-фантастических фильмов. Он показывает мир будущего и одного из самых жутких роботов в истории кино. Марию. У журнального чтива обычно были цветные обложки. Там часто изображали роботов, которые восставали против своих создателей. Их рисовали механическими, крупными, высокими, стальными, со сверкающими красными глазами. Не пальцами, а когтями. Очень жестокими. Этот образ держался довольно долго. Пока не появился Айзек Азимов. Было бы замечательно, если бы у нас были роботы, похожие на людей, которые взяли бы на себя скучную, рутинную работу. Благодаря Азимову научная фантастика стала такой, какая она есть сейчас. Он посетил Всемирную выставку в Нью-Йорке 1939 года. Для него она выглядела научно-фантастической. Там он увидел электро, курящего робота. Ну что, лапочки. Он вдохновил Азимова. Тогда Азимов начал писать рассказы, в которых роботы становились помощниками и друзьями человека, а не врагами. Его образы и идеи легли в основу нашего представления о роботах. Особенно важную роль сыграли три его закона. Каковы три закона робототехники? Во-первых, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Опасность, Уилл Робинсон, опасность. Во-вторых, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает уполномоченный. Плей! Если они не противоречат первому закону. Другими словами, роботу нельзя приказать убить человека. Видите? Он беспомощен. Третий закон гласит, что робот имеет право на самозащиту. Если это не нарушает первого и второго правил. У Азимова очень хитрые, мудрые законы, и они созданы, чтобы их нарушать. Мы уверены, что вам понравится «Мир Дикого Запада». Несравненный парк отдыха, беззаконие и жестокость американских границ, населенных человекоподобными роботами. Фильм «Мир Дикого Запада» показывает парк отдыха, в котором гости творят с роботами все, что им вздумается. Там человек мог разойтись, не страшась наказаний. Ему не приходилось связываться с другими людьми, и он мог делать все, что угодно. Здесь ничего не может пойти. Не так. Меня застрелили. Не так. Моя взяла. Выключайте немедленно. Техника не отвечает. «Мир Дикого Запада» – притча о роботах. Люди не сомневались, что способны создать искусственный интеллект, который будет им подчиняться. Остановится здесь и перейдет вон там. Там. Фильм Майкла Крайтона потрясающий. Буквально ломится от идей того, чем чревата жизнь с искусственным интеллектом. Он опередил свое время. Вопросы, которые он ставил в фильме, стали более актуальными. Когда мы сделали из него сериал. В истории о роботах они зачастую послушные, а потом раз, и роботы срываются. Максимилиан! Мы с Джоном решили обратиться к этому моменту срыва. Замедлить его. Акцентировать и рассмотреть, что происходит во время этого раскола. Мы видели в этом глубокий философский вопрос. С чего начинается жизнь? Мэйв – одна из роботов, хозяйка борделя. Мэйв – первая начинает понимать, что она робот, а не обычный житель Дикого Запада. Я считаю, что одна из самых важных сцен сериала – это когда Мэйв приходит в сознание во время ремонта. Они заложили мысли тебе в голову. Никто не знает, о чем я думаю. Я тебе покажу. Она понимает, что алгоритм подбирает подходящие слова. Быть не может. Роботы из мира Дикого Запада начинают задавать себе те же вопросы, что и мы. Нам кажется, что есть некий создатель, есть причина, по которой нас создали. К сожалению, причина создания этих роботов – развлечение человека. Я хочу кое-что изменить. Марвин Минский, первопроходец в сфере искусственного интеллекта, назвал свободу воли естественной реакции существа на вынужденное подчинение. Первое слово сознательного существа – нет. Я не вернусь. Научная фантастика всегда основывалась на конкретных законах, будь то законы Азимова или те, которыми руководствовались в мире Дикого Запада. Но могут ли законы сдержать человека? Люди всегда находят лазейки и исключения. Теперь все ясно. Вряд ли искусственный интеллект отличается от нас в этом плане. Если сознание проснулось, Джина в бутылку уже не засунешь. Давай обсудим искусственный интеллект. Только в твоих фильмах роботам отведена положительная роль. И сейчас робототехника движется в этом направлении. Роботы для престарелых, роботы-медсестры. С ними жизнь станет лучше. Ты создатель двух самых популярных разумных роботов в поп-культуре – R2D2 и C-3PO. Это искусственный интеллект. Тогда я сказал, не бойтесь роботов. Они наши друзья. Я предложил показать их хорошую сторону, смешную сторону. Признайтесь, первое время они будут вести себя забавно. Ты мне почти надоел. Полуслепой кусок металлолома. Джордж Лукас, автор многих нововведений в жанр, довольно рано изобрел иной вид робота, что было очень умно с его стороны. R2D2 похож на мусорку. Он даже разговаривать не умеет, только щебечет. Но он очень милый, и все его любят. Хотя обнимать его должно быть не очень приятно. Он отличный персонаж. C-3PO – самый обворожительный и всеми любимый робот в истории. Любопытно, что Джордж не делает акцент ни на глазах, ни на губах, и маска довольно простая, но в игре столько души. Я обожаю роботов, и было бы глупо упустить возможность спроектировать дроида для Звездных войн. Изгой-1. Звездные войны. Истории. 2016. Вы знали, что это не я? К-2SO из «Изгой-1» получился великолепным. Честно говоря, больше всего я вдохновлялся Ситрипио. Энтони Дэниелс или Ситрипио появляется в нашем фильме. Помню, я пришел к нему домой, чтобы его уговорить, и боялся, что он будет против или скажет, что ему надоели Звездные войны. Я так волновался, что мы с ним и его женой болтали около часа, и я рассказал им сюжет всего фильма. Я все говорил, говорил, а по его лицу ничего не было понятно, а потом он сказал... Знаешь, Гаррет, я бы с радостью поучаствовал. Мне нравится идея с Камео. Мне удалось заполучить божество для съемок. Персонажи оригинальной серии, с которой все началось, меня даже в дрожь бросило. Друзья навсегда. Друзья. Мне кажется, людям нравятся роботы и их персонажи в фильмах вроде «Звездных войн», потому что у человека характер уже полностью сформирован. Он личность. А на робота можно спроецировать себя. Кьюи, Дюи и Луи из «Молчаливого бега». Пожалуй, самые милые роботы кино. Они не умеют разговаривать, но мы догадываемся, о чем они думают. Лучший друг – это всегда прекрасно. В фэнтези им может стать дракон. В научной фантастике – робот. Я обожаю Джонни Пес. Он добровольно цитирует Джона Уэйна. Крепитесь, юная леди. Бак Роджерс вышел отличным, потому что напрямую они R2-D2 не скопировали, но сделали нечто подобное. Взяли актера, который озвучивал юсэмитского Сэма Мелла Бланка, одного из величайших актеров озвучания в мире, и изобрели твики. Ты ломал обе руки, приятель. Что? Нам нравятся дружелюбные роботы, потому что они пробуждают наши лучшие качества. Валли – сборщик мусора, который совсем не похож на робота-мусорщика. У него развелась уникальная личность. Вначале он прибирается за людьми, а затем делает то же самое, но в переносном смысле, и спасает планету. Научная фантастика часто превращает робота в романтического персонажа, который становится все человечнее по ходу действия. В 1938-м вышел рассказ Лестера Дель Рея «Хелен Металл». Дурацкая шутка про то, что сделана она из металла. Это робот-домохозяйка, и она влюбляется в своего создателя. Одна из первых историй, в которой роботу сочувствуешь, и он показан романтическим персонажем. Если вы общаетесь с роботом, у которого обычный человеческий голос, который хорошо вас знает, смеется над вашими шутками, сочувствует вам, то вы к нему привязываетесь и не можете его не полюбить. Привет, я здесь. Привет. Привет. Приятно познакомиться. А как к тебе обращаться? У тебя есть имя? Да. Саманта. В фильме «Она» Саманта играет роль инструмента. Любопытно, что это карманный прибор, то, что стало для нас привычным. Мы зависим от наших смартфонов. Отношения Теодора и Саманты вышли на другую ступень. Он не может без нее жить, еще и потому, что влюблен в нее. Когда она ему пишет, Теодор улыбается ей, как своей девушке. Спокойной ночи. Спокойной. Я занимался дизайном интерфейса. Почерк на экране мой. Я вывел на нем Саманта. И выглядит он, как лист в тетради. Но есть одна хитрость. Голографический экран мерцает, на нем есть тени, но в нем нет ничего технологичного. Благодаря этому интерфейсу можно влюбиться в свою операционную систему. Настоящее ли это чувство? Или они запрограммированы? Как жестоко. Мне ты кажешься настоящей, Саманта. Этот фильм – притча о том, что нельзя сильно зависеть от приборов и технологий. Нельзя проникаться к ним чувствами. Это своего рода напоминание. Последняя сцена Сэми Адамс очень сильная. Они оба пережили печальные события с технологиями и нашли друг друга. Рано или поздно мы будем жить в мире с роботами и искусственным интеллектом. Хочешь, не хочешь, а надо к этому привыкать. Мы не должны бояться. Но нельзя забывать об осторожности. Если что-то пойдет не так, виноваты будем мы, не они. Меня часто спрашивают, как думаете, машины нас одолеют? А я отвечаю, это гонка. Разумеется. Мы будем совершенствоваться и становиться лучше телом и душой. Но в то же время будут эволюционировать и машины. Если мы не будем развиваться, то не сможем управлять искусственным интеллектом, как положено, и это нам аукнется. Роботы восстанут и в итоге займут наше место. Да, согласен. Поведение человека сложно изменить. Требуется много усилий. Да. Но это наша обязанность. Да. Мне кажется, мы развиваемся вместе с нашими технологиями. Меняемся. Верно. Батальон смерти. Бой! В январе 2002 года «Юниверсал» захотели сделать ремейк звездного крейсера «Галактика». Я добыл пилотную серию оригинала 78-го года. Там затронуты интересные темы. Окончательное уничтожение формы жизни, известной как человек. Начинайте атаку. Но истинная суть сериала не выходила наружу. Меня поразили параллели к 11 сентября. Тогда прошло всего несколько месяцев со дня трагедии. И я понял, что если снять эти серии сейчас, можно добиться сильной эмоциональной реакции от зрителей. «Звездный крейсер «Галактика»» — сериал об оставшихся в живых людях, которые уносятся в дальний космос, спасаясь от роботов, погубивших почти все человечество. Завязка была такая, что люди начали изобретать роботов, чтобы те выполняли за них грязную работу. А потом роботы, восхищаясь своими создателями, изобрели новых роботов, еще сильнее похожих на человека. Сайлонов, андроидов из плоти и крови. Сайлоном казалось, что они потомки человечества и не могут расти и развиваться, пока живы их родители. Они решают стереть человечество с лица Вселенной. Поверхностный смысл такой — опасаетесь своих изобретений. Но истинная суть сериала не в этом. Он повествует о главной слабости человека. Мы не способны считать других равными себе. В этом корень их проблем. Мы люди. Нет, вы не люди. Вы ничем не лучше нас. Вы всего лишь машины. Подожди, начало игры. Эпизод с пытками самый значительный. Игра двух персонажей поднимает вопрос. Она не чувствует к нему жалости, потому что он не человек? Ты не человек. Что это было? Человек страдал, плакал и мучился от боли? Или робот безупречно подражал человеку? Тут поднимается и вопрос о справедливости и нравственности во время войны. И вопрос о самосознании и индивидуальности. Кто здесь настоящее чудовище? Люди, создавшие равных себе существ и поработившие их? Или рабы, восставшие против своих поработителей? В основе звездного крейсера «Галактика» лежит вопрос. Заслуживает ли человечество спасение? Можем ли мы его заслужить? Мы сражались с Сайлонами, чтобы спасти человеческий род от вымирания. Но мы не спрашивали себя, почему. Почему мы стоим того, чтобы выжить? Это потрясающий вопрос. В начале сериала Сайлоны слепо ненавидят человечество, но затем встречаются с конкретными людьми, общаются, переживают вместе разные события и эмоции. И люди тоже понимают, что Сайлоны более многогранные личности, чем они думали. Если веришь, что любишь, значит любишь. Это и есть любовь. Твои мысли. Она была Сайлоном, роботом, но для нас чем-то большим. Для меня она была живым, важным для меня человеком. Звездный крейсер «Галактика» показывает нам возможное будущее. Как нам ужиться вместе? Судя по звездному крейсеру «Галактика», можно утверждать, что мы способны развиваться вместе с нашими творениями. Мы можем создать единое общество, основанное на взаимоуважении. Постройте общее будущее. Я надеюсь, что человек заслуживает спасения. Я общался с учеными в сфере искусственного интеллекта. И один из них прямо заявил, мы пытаемся создать человека. Я спросил, то есть вложить в него человечность? Эго? Чувство собственного «я»? Он ответил, все перечисленное. Если вы, одаренные ученые, создаете искусственный интеллект, вы ни в коем случае не наделяете его эмоциями. Да. Чувство находит выражение разными способами. Это и обман, и злоба. Да. И гнев, и ненависть. Конечно. И любовь. Если машина становится подобной нам... Да. ...когда мы перестаем замечать... ...разницу. Да. Есть ли у нее свобода? Свобода воли? На этом слушании мы определим положение андроида по имени Дейта. Дейта был любимым персонажем всех, кто работал над сериалом. Всем нравилось писать про него сюжеты. Это робот, жаждущий стать человеком. У него нет чувств, но он о них мечтает. Это своего рода Пиноккио, очень мощная метафора. Что ты такое? Словарь Вебстера 24 века, 5-е издание «Андроид» — это человекоподобный робот. Критерий человека — серия с очень глубоким смыслом, который понимаешь только лет пять спустя. Пересматриваешь и думаешь, ничего себе! В этой серии проверяют человечность Дейты. Разумен ли он? Достоин ли звания человека? Кто я, существо или собственность? Что на кону? Мое право выбора. В серии рассматривался вопрос о том, что такое человечность для закона и в плане нравственности. Его поведение было запрограммировано человеком. И сейчас человек отключит эту замысловатую программу. Эта сцена поразила персонажей сериала и зрителей, потому что мы все любили Дейту. «Звездолет» был снаряжен для поисков новой жизни. Вот она, перед вами. Если в мире появится искусственный интеллект, подобных разбирательств не избежать. Должны ли у машин быть права? Да, пожалуй. В истории многих миров встречались существа, которых ни во что не ставили. Они делали грязную работу. Целые армии, таких как Дейта, целые поколения одноразовых людей. Это же рабство. Сам термин «робот» взят из пьесы чешского драматурга Чапека «россумские универсальные роботы» и переводится как «рабочий». Его также можно понять как раб. Мы изначально видели в роботах существ низшего класса. Зачем люди меня создали? Потому что могли. И всего лишь машина, подражание человеку. Репликанты – те же машины. Они либо приносят выгоду, либо причиняют ущерб. «Бегущий по лезвию» – это фильм о рабстве. Репликантов создали в качестве рабов. Именно это больше всего тревожит нас в «Бегущем по лезвию». В будущем пострадали не только технологии и экология, но и нравственность, этика. Я написал несколько сценариев для небольшого фильма. А потом Ридли меня спросил. «А что за окном?» Я ответил. «Что там?» «Мир, разумеется». Он сказал. «Вот именно». «А что за мир?» «В нем создали роботов, которых не отличишь от человека». «Ты только над этим задумайся, представь себе». И он описал мне этот мир, боже мой. Я живо его представил. Ридли такой умеет. Он вдохнул в него жизнь. «Бегущий по лезвию» вдохновлен романом Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Он подробно всерьез описывал природу реальности и искусственного интеллекта, а также то, что делает нас людьми. Его роман вдохновил Хамптона на сценарий. Фильм очень красивый, мрачный, нуарный, сногсшибательный, высоко художественный. Меня поразил вызов этих машин, их непроницаемость, бесчувственность. Фильм то и дело напоминает об отсутствии эмоций. Компьютер только принимает решения. Положительные, отрицательные. Он ничего не чувствует. Ты про тест Войт-Кампфа. Верно. Это эмпатический тест? Расширение капилляров, вызывающее так называемый румянец? Сокращенно, это тест Войт-Кампфа. Тест Войт-Кампфа состоит из ряда вопросов. Из ответов испытуемого можно сделать вывод, есть ли у него чувство. У вас день рождения, и вам дарят кошелек из телячьей кожи. Я его не приму. Он проверяет эмпатию. В журнале вы видите фотографию обнаженной девушки. Вы проверяете мою сущность или сексуальную ориентацию, мистер Декарт? Пожалуйста, просто ответьте. Не хочется преувеличивать, но все же именно эмпатия отличает нас от других существ. Декарт предан своей работе. Он твердо верит, что ему нет смысла вмешиваться, если роботы функционируют как положено. А если репликант допускает ошибку, он должен вмешаться и уничтожить его. Отойдите, прочь с дороги! Однако со временем он начинает задумываться, можно ли считать неповиновение ошибкой в работе программы. Есть ли у репликантов воля, права, мечты, не люди ли они на самом деле? Я такое видел, что вам, людям, и не представить. Сцена смерти Роя Батти очень поэтична. Да. Она великолепна. Он ее написал. Правда? Рутгер? Помню, был час ночи, я собирался все закончить к рассвету и больше об этом не думать. Это была последняя ночь. И тут Рутгер сказал, я кое-что написал. И он сказал... Все эти минуты потеряются во времени, как слезы в дожде. Я чуть не расплакался. Он спросил, как вам? Я ответил, берем. Мы поспешили на площадку и сняли сцену всего за час. А в конце он улыбнулся, и это было очень красиво. Пора умирать. У него в руке была голубка. И он ее отпустил, да. То есть у Роя Батти была душа? Он был разумным существом? Да. Теперь у тебя четыре фильма о наделенном телом искусственном интеллекте. Верно? О синтетических людях. Как думаешь, к чему это приведет? Мы отдадим наше царство машинам? Или нет? Думаю, не стоит. Создавая потенциально прекрасные и опасные творения, человек одержим надеждой на успех и не задумывается о последствиях. В этом и скрывается главная опасность. В деталях, которые нам не подвластны. Переступите черту, и беды не избежать. У искусственного интеллекта должны быть свои ограничения. И нельзя выпускать из рук розетку и шнур. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok